Головка на головку. В ядерку можно играться вдвоем. Москва за три дня или СВО в Минске. Хотят ли русские войны? Кремлевские пропагандисты дали взад. Зачем Путин носится с дохлым, фашистствующим псевдофилософом Ильиным? И когда начнут россиян делить на ранги? Я Наталья Власова. Подпишитесь на наши социальные сети, ставьте лайки, делитесь выпусками и без интересных новостей. Тогда все останутся точно не сегодня. Оказывается, в игру про ядерный пепел можно играть вдвоем. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс ведет переговоры о развертывании большего количества ядерного оружия из-за растущей угрозы со стороны РФ и Китая. То есть, геостротек из Кремля сумел добиться того, что Запад будет выводить ракеты из хранилищ и приводить в полную боевую готовность. Остановит ли это кремлевскую тележку с путинистами, которая набрала ход и на всех парах мчится с горы? На фоне саммита в Большой Семерке, саммита в Швейцарии, Путин продолжает взвинчивать ставки. Его предложение о мире это ультиматум, ну или расписание пошаговой капитуляции Украины. Отдать четыре области, сократить армию, не вступать в НАТО и самая пресловутая деноцификация. То есть вернуть время вспять. Получить обратно Януковича, но без Крыма, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Поставить памятники Ленину и подключить в обязательном порядке Первый канал и Россию-1. Ну или как по-другому видят в Кремле геноцификацию? А я вам скажу, да никак не видят. Это все словоблудие, как, например, защита Донбасса, превратившаяся в его полное уничтожение российской артиллерии. Путину нужно сделать Азовское море внутренним морем РФ, а при возможности захватить Одессу и оккупировать и Черноморское побережье. Но самое главное – вплотную подобраться к границам НАТО. Да, вроде бы как Путин вторгся в Украину, чтобы не допустить американских баз возле РФ. Но на самом деле цель – оккупировать нейтральную страну и самому выставить фишечки для Альянса. Это уже прорывается у телебезумцев, на фоне которых покойный Жириновский – просто образец культуры и интеллигенции. Вот депутат россиянской госдуры Журавлев в студии пропагандистского шоу получил припадок логереи. Поскольку мы для вас пересматриваем тонны кринжатины, то немного научились понимать язык скреп капитеков. Как знаток зооборделей хочет выставить на границу с Польшей миллионную армию. Как верно подметили в пабликах, где-то мы уже слышали это выступление. Сраные воюющие с нами, они говорят, а мы не воюем. Это во Вторую мировую войну они сделали такое. Не воюющая держава. Она не нейтральная, она не воюющая. Но когда стоит миллионная армия на границе с Польшей, вот тогда оттуда будут взлетать самолеты или не будут? Вот это очень... Когда болтать там, ну ладно, мы там сейчас посмотрим. А вот когда вот тут она стоит, я думаю, не будут. Чем она будет заниматься? Обучаться будет там эта армия миллионная. Но они все прекрасно все понимают. Если мы будем там им только рассказывать о том, что мы вот тут... А они им что? Ну провели учения. Да они сейчас свои проведут такие же учения. Еще и больше, чем наши. И оружие у них там есть не только у нас только в Беларуси, а у них там не только в Беларуси. Я не удивлюсь, что они уже и в Польшу туда его завезли. Я не удивлюсь этому абсолютно. Мы понимаем, что наши западные границы сегодня под угрозой. И мы обязаны на это реагировать. Знаете, мы календарь майя. И... Нет, мы не будем спички, консервы. Давай, 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 давай. Свет не будет, фатаны, фонарь включил. Кто? Никого. И когда ты сидишь и... Кто? Алло? Ничего. И страшно. Но каждый человек... Прямо всего 28-й год, когда мы не будем запускать... А потом, оп, пресса, им что? Никому. Никогда. Ничего не было нужно. КамАЗ. Да. Кстати, в этом горячечном бреду Журавлев выболтал интересную деталь. Что российское оружие находится на территории Беларуси. И что там крошка-картошка Лукашенко будет вещать о независимости? И есть ли тогда законное основание для НАТО атаковать Минск? Ведь Россия же вплотную к границам альянса размещает вооружение. И все ли в Москве готовы к этому? Вот некоторые участники пропагандистских шоу нет-нет, да и мочат штанишки. Одно дело комментировать видео бомбежки Киева и радостно потирать ручонки, кричать о том, что Харьков пора равнять с землей. А вот когда задумываются про обратку, то сценарий Москва за три дня пугает. Почему мы все время ждем какого-то нового повода и говорим об ударах по российской территории в глубине? А то, что Белгород, Курск, Брянск, Крым, это не российская территория? Что надо ждать тогда? Мы об этом много раз говорили. Я знаю, я поэтому у вас и начал с... Я только один вопрос задам вам в ответ, чисто по-одесскому. Нет. Вы согласны на то, чтобы вместо специальной военной операции началась большая европейская война, в которой примет участие НАТО и первые ракеты полетят в Москву? Нет, не согласен. А это цена вопроса. Ну, так поэтому я вас и спрашиваю, потому что вы... Поэтому мы ведем себя как взрослые люди. Это вы сейчас стали себя вести, а два года назад вы тут, блин, доставали кинжал и всех звали в Вашингтон. Нет. Кстати, про деноцификацию. Путин часто цитирует фашистовующего псевдофилософа Ильина. Того, который даже после Второй мировой войны не отказался от своих взглядов. Последние 15 лет в Кремле сделали этого спорного исторического деятеля практически культовым. Оттуда, как щи лаптями, нахлебали духовных скреп. Например, про то, что русский народ должен любить и верить. Читай терпеть и не ворнякать. Не управлять государством, не контролировать власть, а еще делить людей на ранги, не согласных с режимом, отправлять в конец пищевой цепочки. Это я вам на простой сосложно-скрепочного перевожу. Оригинал. Люди, не способные к автономному самообладанию, будут обуздываться и клеймиться. По сути, Иван Ильин ратовал за создание в России национальной диктатуры, которая должна опираться на исключительную роль церкви, армии и военизированных структур. А еще заниматься постоянным перевоспитанием общества, выбраковкой потенциальных бунтарей. И это все ради выполнения святой миссии по обороне обширного евразийского пространства от массы врагов и ради воспитания младших народов, проживающих на этой территории. Нужно ли говорить, что в свое время Ильин просто восторгался немецким национал-социализмом? В общем, вы поняли, почему Путину по душе этот завуалированный фашизм. Это и есть истоки современного расшизма. Уже сейчас россиян настраивают на то, что высшая цель – это умереть за Родину. Жить надо ради того, ради чего можно умереть. Спасибо. Почему-то лидеры коварного Запада не призывают граждан своих стран становиться под ружье и идти нападать на соседей. Ради больных иллюзий диктатора и его кооператива озера. Или еще хуже – ради того, чтобы получить деньги на пропитание семьи. Родился, потерпел и умер. Настоящий Путин-юнген. Тот юноша с медалями на видео уже готов. А мы верим в победу, верим в Украину. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и без свежих новостей вы будете точно не сегодня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова